МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где-то есть сбой, закрытие электронных больничных, получение жителями результатов анализов на ковид, обеспечение средствами защиты медработников обсуждали на оперштабе Югры на этой неделе. Люди всегда правы, отметила губернатор в ответ на отчет своего зама. Кто не приняла Наталья Комарова, знает Валерия Кокерцева. Новогоднее настроение, несмотря на пандемию. В Сургуте продолжается подготовка к главному зимнему празднику. Помешают ли коронавирусные ограничения жителям насладиться порой сказок и волшебства, расскажет Мария Ливанян. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа новости «Главное». Здравствуйте. Служба информации и телерадиокомпании «Сургут Интерновости». И я, Дарья Давыдова, в ближайший час расскажем вам о самых заметных событиях недели. Только главная новость этих семи дней. Четыре с половиной часа. 774 журналиста. Больше 35 вопросов. Президент России Владимир Путин провел итоговую пресс-конференцию. Прошла она, скажем, несколько нетрадиционно. Если раньше вся пресса съезжалась в Москву, дабы пообщаться с главой государства, то сейчас СМИ собрали по городам в федеральных округах, настроив видеосвязь с резиденцией президента в Новоогарево. Все в масках, перчатках, даже ветровики с микрофонов меняли после каждого, кто задал вопрос. Использованные дарили журналистам на память. Еще в этом году пресс-конференцию отчасти соединили с прямой линией, которую Владимир Путин обычно раз в год проводит с жителями России. Сообщения и обращения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта, озвучивали их. Некоторые президент зачитывал сам. Звучали вопросы о выплатах медикам, работающим в красных зонах, нехватке фельдшеров в селах, зарплатах педагогов, дистанционном обучении, о водообеспечении. Мы тоже были на большой пресс-конференции. Журналистов Фурфо собрали в Екатеринбурге, задали из студии уральской столицы два вопроса. Первый о мусорной реформе, второй об экономике и выходе из кризиса. Что, естественно, красной нитью сквозь всю пресс-конференцию шла тема коронавируса. Вакцинироваться или нет? Когда откроют границы? Что делать с ценами на продукты? И будут ли новые выплаты семьям с детьми? Подробности знает Татьяна Расторгуева. Ей слово. Началась пресс-конференция с подведения итогов 2020-го, что, естественно, с оглядкой на коронавирус. Президент перечислил некоторые пункты. Например, промышленное производство в стране подсело на 3%, во многом из-за добычи нефти. На это повлияла сделка ОПЕК-плюс по снижению объёма углеводородов для стабилизации ситуации на мировом рынке. Вместе с тем, на 1,1 выросла переработка нефти. И это, по оценке главы государства, хороший показатель. Не очень он в части падения реальных доходов населения. К концу года они составят 3%. Выросла безработица, однако комплекс мер, который сейчас предпринимает государство, по планам выведет страну к концу 2021-го на показатели начала года нынешнего. 70% российского бюджета уже формируется не за счёт нефтегазовых доходов. Это значит, что мы не в полной мере, но всё-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглой. И если кому-то хочется представлять нас до сих пор бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований. Хотя зависимость ещё очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду. Ни одна система здравоохранения в мире не была готова к пандемии, отметил Владимир Путин. Сейчас в этой сфере проблемы уже иного характера. Весной не понимали, как тестировать, чем лечить ковид. Проблемы, тем не менее, есть, например, с медикаментами, а не только в аптеках, но и в стационарах. Возникают они, по мнению президента, из-за неточной логистики от несвоевременного заключения контрактов до доставки. И это решаемо. Коронавирус сдвинул старт реформы первичного звена в России с июля на январь. Однако все ресурсы, которые на это закладывали, будут сохранены. Это 500 миллиардов рублей из федерального бюджета, ещё 50 миллиардов направят из региональных. В реформу заложено многое. От подготовки кадров до инфраструктуры и материально-технической базы. Задали, конечно, и вопрос о вакцинации от коронавируса. В частности, сделала ли глава государства прививку новым препаратам? «Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались. Я повторяю ещё раз, я человек в этом смысле достаточно законопослушный, я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов. И поэтому пока этой вакцины, как говорят специалист, не поставил. Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным». Президент отметил, что вакцинироваться необходимо. Один из путей преодоления пандемии – массовая прививочная кампания, которая создаст популяционный иммунитет. Наша вакцина, подчеркнул Владимир Путин, эффективна и безопасна. Он отметил, что в приоритете иммунизация россиян, однако в стране по-прежнему не хватает промышленных мощностей для производства большого количества вакцины. Для этого можно задействовать железо других государств, которые за свой счёт сделают вакцину для своих граждан. Говорил президент о больших выборах 2021. В следующем году Сургут, например, будет голосовать за депутатов Городской, Окружной, Тюменской областной и Государственный дум. Принять участие в выборах смогут 16 партий, в том числе и молодые, без сбора подписей. Решать, кто займёт кресло в парламентах, будут жители. Безусловно, не мог не прозвучать на пресс-конференции вопрос повестки последних дней. О ценах на продукты, о бедности населения. Владимир Путин отметил, что разработана программа, которая позволит снизить количество жителей с низким уровнем доходов до 6,5% к 2030 году. Сейчас этот показатель 13,5%. Это примерно 20 миллионов человек. Прокомментировал глава государства и ценники в магазинах. Где-то цены растут объективно. Связано это с чем? Связано с ростом, допустим, стоимости комплектующих в связи с курсовой разницей. Ну, неизбежно. Некоторые товары мы собираем, значительная часть комплектующих, которая стала дороже. Мы закупаем их за большее количество рублей, потому что рубль немножко просил. Значит, это стало дороже. Но там, где это не связано с объективными обстоятельствами, это не может не вызывать соответствующие острые реакции. И вот это, честно говоря, меня так и задело, потому что, скажем, о том, что у нас урожай рекордный. За последние 6 лет у нас рекордный урожай. И в этом году он будет 131 миллион тонн, а может быть, даже и 134, там побольше, может быть, будет. Может быть, до этого дойдет. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати? Сахар подорожал на 75%. Подсолнечное масло выросло на 18%. Что у нас, семечек не хватает, спросил президент. Рост цен Владимир Путин объяснил увеличением стоимости отдельных продуктов на мировых рынках. За ней потянулись и цифры, внутрироссийские, что недопустимо. Правительство на проблему отреагировало, однако, если бы ответственные сделали это раньше, то такого скачка можно было бы избежать. Сейчас, рассказал президент, подписывается соглашение о снижении расценок между производителями и торговыми сетями. Это приведет к удешевлению продуктов. Еще один волнующий жителей вопрос об открытии границ задал журналист из Петербурга. Владимир Путин отметил, что пока ситуация с заболеваемостью ковидом не стабилизируется, пока не разрешат врачи, возобновление авиасообщения в полном объеме можно не ждать. Глава государства сказал, что хотелось бы, чтобы жители нашей страны пользовались возможностями внутреннего туризма. У нас за границу летает 32 миллиона человек. Вот давайте этот поток перенаправим в Петербург. Оставляют за границей 35 миллиардов долларов в год. В 19-м год. 35 миллиардов долларов. Несколько раз главу государства спрашивали о поддержке бизнеса. Владимир Путин сообщил, что по разным каналам пострадавшим отраслям направили около триллиона рублей. Средства пошли на помощь малому и среднему предпринимательству, самозанятым. Сейчас степень поддержки анализируется. В случае необходимости ее меры усилят. Несколько раз звучали вопросы о выплатах семьям с детьми. Президент напомнил о средствах, которые могут получить ячейки общества, чей доход на каждого человека не превышает прожиточного минимума. На помощь жителям государство направило несколько триллионов рублей. В завершении пресс-конференции Владимир Путин анонсировал новую выплату. Не всем, не большую, но выплату в преддверии нового года. Перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, но тем не менее, всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5 тысяч рублей. Как каждому ребенку. В семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно. Средства перечислят беззаявительно на те реквизиты, что жители указывали для получения единовременных выплат в 10 тысяч рублей этим летом. Если счет изменился, нужно подать соответствующее заявление, его форма уже есть на портале госуслуг. Мера поддержки, проанонсированная президентом, затронет почти 15 миллионов детей. Из резервного фонда на выплаты направят более 73 миллиардов рублей. Кстати, в первые два часа после окончания пресс-конференции Владимира Путина, россияне подали более 100 тысяч заявлений на получение денежного новогоднего подарка. Татьяна Расторгуева, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». Первая неделя подачи заявок претендентами на кресло главы Сургута удивила. И не столько количеством. На вечер пятницы 13 человек изъявили желание сделать шаг вперед по карьерной лестнице, сколько качеством. В конкурсную комиссию поступили заявки от многодетной матери, руководителя электронных средств массовой информации, нефтяников, консультанта-бухгалтера, директора управляющей компании, фрилансера, безработного. Правила и требования отбора на вакантную должность не запрещают всем им всерьез интересоваться новым родом деятельности. А вот всерьез ли это уже другой вопрос? Сложившаяся годами практика показывает, что с Сургутом управлять очень сложно. Устоять и удержать нейтралитет в противоборстве политических, экономически активных элит, не рассориться с ними непросто. Для кого-то кресло даже заместителя мэра нашего города становится трамплином в политической карьере, для других ее закатом. И пример уборщицы Марины Утготской, в сентябре выигравшей выборы главы Повалихинского сельского поселения. Костромской области здесь и не пример вовсе. Во-первых, уровень не тот. Во-вторых, ноша тяжела. Спустя месяц с небольшим женщина сложила с себя полномочия, так как не знала, что делать на этом посту. Пока в Сургуте лишь у одного из 13 кандидатов, подавших заявки к вечеру пятницы, пожалуй, чуть больше шансов, чем у остальных. Политический опыт присутствует, плюс руководитель благотворительного фонда, бизнесмен, экономист и управленец. С точки зрения экспертов, он пока лидер этой предвыборной гонки. Кто к этой минуте входит в список претендентов на кресло главы крупнейшего города Югры, расскажет Дмитрий Круковец. Кузница мэрских кадров. Людей, которые считают, что умеют управлять городом или, как минимум, хотят попробовать себя в этой должности, оказалось более полутора десятков. И это за неделю. И это уже рекорд. На прошлых выборах, когда итоговую победу одержал Вадим Шувалов, желающих выступить с программной речью, перед депутатами было всего 14. Чем объяснить сей аншлаг, предположить трудно. Вряд ли. На число претендентов на кресло главы влияет пандемия. Пока о себе заявил лишь один безработный. Остальные предели. Первым стал 37-летний сотрудник Сургутнефтегаза Андрей Инкин. Его приоритет в должности главы – дороги и жилье. Развитие для малых, маленьких детей, то есть улучшение детских садов и школы, так как строятся новые микрорайоны, а доступности людям в школу и садиков отсутствует. Это первое. Ну и второе, все-таки, это так, как я вижу, оставшееся ветхое жилье, когда с большими многоэтажными домами стоят еще деревянные постройки. Надо продвигаться. Вполне могут знать чаяния жителей тех, кто с этими жителями общается ежедневно. Журналисты. Двое учредителей электронных СМИ – Александр Побережный и Алексей Горбатюк. Их приоритетные направления – цифровое развитие и улучшение городской среды, а также дороги, сектор ЖКХ. Я бы хотел донести до будущего главного начальника, если даже, ну, в целом имя не стану, то, что цель главы города должна быть не столько, успеть построить какое-то количество зданий или определенное количество домов и тому подобное, а просто сделать жителей города счастливее. То есть это понятие как-то забывается, понятие, что, ну, какие-то числа и тому подобное, забывается о том, что нужно с людьми разговаривать, понимать их истинные потребности. Тюмень – это связанное с дорогами, развязками, надземными переходами и так далее. Плюс вопросы с ЖКХ и коммуникациями, которые, ну, тоже требуют определенных решений. Промышленность и туризм – два таких основных направления, которые бы, возможно, привлекли инвестиции. Это, конечно, надо все более углубленно изучать эти вопросы. На неделе в борьбу включились президент регионального благотворительного фонда помощи малоимущим семьям Вадим Абдурахманов. Однофамилец экс-главы города Дмитрия Попова Илья – генеральный директор компании по строительству жилых и нежилых помещений. 38-летний консультант бухгалтерского обслуживания частной компании и специалист по недвижимости Александр Желамский. Единственная пока в предвыборной гонке дама, мастер спорта по кикбоксингу, многодетная мама и директор частной фирмы в одном лице, которая предпочла не раскрывать себя. Мэром пробует стать и фрилансер Дмитрий Мартышин зарабатывает на жизнь ремонтом и сборкой мебели. Я вот так с женой посовещался, думаю, дай-ка попробую. Она говорит, не чуди, то есть, ну, что-то занимаешься ерундой какой-то. Я думаю, я, наверное, все-таки попробую и посмотрю, реально ли вообще простому смертному человеку прийти, подать заявку, то есть не отправит ли меня куда-нибудь. Действительно, пришел, написал, приняли документы, сказали, все, ждите. Срабутянин и будущий, возможно, политик признается, опыта нет, но если вдруг выберут, готов учиться. Свои шансы оценивает трезво и особо на смену рода деятельности не надеется. Очень маленький, я думаю. Я думаю, придет какой-то компетентный специалист в этой области и победа будет на его стороне. Ну, может быть, конечно, вернется все по-другому. Вероятно, на удачу и созвучность надеется Петр Сургутский. С фамилией и местом проживания югорчанину, конечно, повезло. Он работает экспертом первой категории в МФЦ. Также пробуют свои силы на новом поприще безработный Игорь Лубягин, директор управляющей компании Виктор Лыгалов, предприниматели Артем Теплов и Андрей Барышников. Пока больше всех в списке представителей Сургутнефтегаза. Помимо упомянутого Андрея Инкина, это еще четыре человека. Степан Ерышев, Олег Довыксиба, Константин Степанов и Алексей Рогов. На ведение порядка в городе, потом, что бы я сделал, ну, занимался бы улучшением, улучшением жизни в первую очередь. И в ЖКХ, проблемы существуют и в ЖКХ, и в образовании, и в медицине. Один из тех, кто может получить реальный шанс выступить на втором этапе перед депутатами – Александр Клишин. К своим 29 годам он стал известным в Югре общественником, работает заместителем директора компании «Уралсиб Гидрострой». Александр – председатель регионального отделения Российского союза налогоплательщиков. По словам претендента, важно, чтобы главой Сургута стал человек, хорошо знающий специфику работы и понимающий, чего ждут люди от городской власти. Этот человек должен, как минимум, проживать в этом городе, и, как минимум, знать, в чем складываются проблемы населения, с чем нужно работать. Тот человек, который должен работать с властью, выбивать, скажем так, денежные средства из власти для улучшения города, для того, чтобы его социальная структура была лучше, для того, чтобы население понимало, что тот город, в котором оно живет, – это самый лучший город России. Александр Клишин уже подготовил программу развития Сургута. Она, помимо сохранения всех достижений, предусматривает диверсификацию экономики и бережное, эффективное обращение с финансами. Если брать во внимание тот факт, что Сургут является самым крупным северным городом, это нефтяная столица нашей Родины, можно так сказать, то перспективы развития города колоссальные. И все зависит от местных властей, в том числе, для того, чтобы эффективно использовать те денежные средства, которые поступают в виде налогов в бюджет, и делать город лучше и больше. Если мы посмотрим с вами на решение недавно окружных властей, создать здесь инновационные центры, институты, это говорит о том, что у города колоссальные перспективы, нужно этим пользоваться и нужно это использовать. Нужно уходить от нефтепромысловой деятельности все-таки, а развивать уже конкретно другие виды научной деятельности на территории города. Главу Сургута выберут депутаты местного парламента 18 января. Прием документов будет идти до 12 числа следующего месяца. Помимо заявления, претендентам необходимо приложить ряд бумаг, кроме паспорта и диплома об образовании, это справка с места работы, сведения об источнике и размере доходов, имуществе, вкладах в банках и ценных бумагах, в том числе за рубежом. Сам конкурсный отбор проводится в два этапа. На первом специальная комиссия, сформированная Думой и губернатором, рассмотрит документацию и проведет с кандидатами собеседование. Затем мэра Сургута определят народные избранники. Дмитрий Круковец, Сергей Куликов специально для программы «Новости. Главное». Не рисковать здоровьем и провести новогодние праздники безопасно, призвала жителей региона губернатор. Наталья Комарова на заседании Оперштаба по противодействию коронавирусу напомнила, что в округе продолжают действовать режимы повышенной готовности, масочной для всех и обязательной самоизоляции для отдельных категорий населения. Еще кое-что. В силе запрет на нахождение детей до 14 лет без родителей в местах массового скопления людей, работа общепита, который может обслуживать посетителей только до 11 часов вечера, обязательная регистрация по QR-кодам при входе в рестораны. О том, что все-таки можно в новогодние праздники, расскажем во второй части выпуска. Сейчас еще об эпидситуации. В Югре на данный момент превышен порог по ОРВИ. Прирост по коронавирусу за последнюю неделю продемонстрировал низкий темп. Однако, по словам специалистов, Роспотребнадзора увеличилась доля тех, кто заболел после посещения торговых центров. В общем, стремление населения посетить ТЦ вполне объяснимо. Люди едут за подарками и закупаются к праздничному столу. О решениях Оперштаба, о проблемах с закрытием электронных больничных. И о ситуации, которая, по словам профсоюзных лидеров региона, складывается в окружной больнице Нефтьюганска. Валерия Кудрявцева. Волонтеров, которые оказывают помощь жителям в связи с пандемией, будут тестировать на коронавирус. Для оперативного решения вопросов, связанных с ковидом, можно сообщить о них на госуслугах. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала губернатор Наталья Комарова. Глава региона поручила Департаменту экономического развития Югры донести до бизнеса рекомендации Минпромторга, которые были составлены для работы объектов торговли в предновогоднее время. Наталья Комарова отметила, что с 1 января на базе санатория Юган откроется реабилитация для тех, кто переболел коронавирусом. Направление на курс, длительность которого 18 дней, при наличии показаний будет выдавать лечащий врач. Подняла глава округа на оперштабе и вопрос с закрытием электронных больничных. Продолжают поступать обращения от граждан по вопросу несвоевременного закрытия лечебными организациями, учреждениями электронных больничных листов, что задерживает получение страховых выплат и компенсаций. Речь идет, судя по количеству обращений и распределения их во времени, о системном сбое. Прошу Алексея Добровольского прокомментировать эти факты. Здесь сбой был связан с работой электронного информационного ресурса, единого для этой базы электронных больничных листов. В течение двух дней эта ситуация была исправлена, Наталья Владимировна, и на сегодняшний день проблем с открытием, продлением и закрытием электронных листов недуроспособности мы не отмечаем. Еще одну проблему на заседании оперативного штаба озвучил Федор Сиваш, представитель объединения организации профсоюзов Югры. Он отметил, что Союз уже направил в адрес главы региона официальное письмо. В документе поднимают ситуацию в Нефтьюганской окружной клинической больнице. По словам Федора Сиваша, в медучреждении имеют место серьезные кадровые сложности, а также проблемы с обеспечением безопасности персонала. У них в этом году уволилось 250 человек, мы список тоже представили. Только в ноябре 150 человек медработников заболели коронавирусом. И одна сестра, палатное инфекционное отделение, умерла, связанная с этим. Мы ведем расследование. Наталья Комарова потребовала подготовить на следующее заседание оперативного штаба полную информацию не только по Нефтьюганской больнице, но и по всем крупным медучреждениям округа. В отчете отразят кадровые вопросы обеспечения безопасности сотрудников от коронавируса. Выступил на заседании заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Он отметил, что ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в клиниках Мегиона и Нижневартовска не хватает средств индивидуальной защиты. По данным Департамента здравоохранения, СИЗы в наличии, в полном объеме, рассказал замгубернатора. Зная мое отношение к этим вещам, я так полагаю, что вы понимаете, что у меня отношение недоверия к вашей информации. Учитывая то, что люди всегда правы. Все равно там, если два-три этажа пройти, найдем причину, почему так человек. Кого-то индивидуально, возможно, найдем, да. Да, почему именно так воспринимает человек положение дел? Значит, что-то во всей системе, где-то, возможно, первый ярус все по стандарту, второй ярус все по стандарту, а где-то там на третьем уровне и есть сбой. Поэтому я вас предостерегаю, уважаемые коллеги, не только все, Влада Станиславовича, всех от таких комментариев. Губернатор сообщила, что на повестке дня вновь возникают вопросы, связанные с тестированием на коронавирус, с получением результатов анализов. «Пожалуйста, закройте эту тему», – обратилась глава региона к заместителю Всеволоду Кольцову. Она отметила, что понимает, что объем исследований большой. Что нужно еще сделать, чтобы не было этих вопросов? – спросила она. Давайте определимся, что все-таки нужно предпринять для того, чтобы получить результат. Есть какие-то предложения, какие-то запросы, которые нужно решить правительством автономного округа, каким-то муниципалитетом? – Наталья Владимировна, по моему разумению, все необходимые решения приняты. Главное – добиться их исполнения, в том числе информационного сопровождения. – Мы сразу после штата вернемся. – Тогда, пожалуйста, включайте свои управленческие таланты организаторские и добивайтесь этого. – Принято. В общей структуре обращений, которые связаны с коронавирусом, преобладают вопросы тестирования. – Потому недоумение главы округа более чем понятно. – На втором месте по популярности ограничения из-за ковида. – Категория общей информационной вопроса на третьем месте. – Присутствуют и сообщения по нарушениям правил и норм карантина. – Жалобы на оказание медуслуг. – Казалось бы, столько сказано, столько написано, показано и озвучено. – Значит, что информационная работа для югорчан будет продолжаться. Губернатор отметила, что после того, как в Центр управления регионом поступает обращение, нужно понять причину возникновения вопроса, а потом работать на устранение. Возможно, изменить регламент, инструкции или программы, дабы проблема больше не возникала. Валерия Кудрявцева, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости главное». Прямо сейчас небольшая коммерческая пауза. После рекламы поговорим о строительстве школ в Сургуте. Кажется, до 2025 года, когда вся страна должна перейти на одну смену обучения, по указу президента Владимира Путина, осталось еще много времени. Однако и возводятся объекты не за день. Успеет ли наш город построить столько учебных заведений, сколько нужно? Короткой строкой еще некоторые важные события недели, а в завершении выпуска немного праздничного настроения. Мы подготовили сюжеты о ледовых городках, скульптурах и катках. Оставайтесь с нами. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. О главной новости этой недели вам рассказывают корреспонденты службы информации. Сургут Интерновостей и я, Дарья Давыдова. Успеть за 4 года в Сургуте в активную фазу вошла реализация президентской задачи по переводу школьников на односменный режим обучения. Концессионные соглашения, адресная инвестиционная программа, метод ГЧП, все эти механизмы и применяют для выполнения поставленной цели. Есть и еще одна миссия. Помимо указанной смены времени проведения уроков, это и обеспечение местами новых школьников. Их число с каждым годом растет. И по прогнозам в 2023-м ребят, грызущих гранит науки, в общеобразовательных учебных заведениях будет больше 60 тысяч. Сколько школ прямо сейчас строятся и проектируются в Сургуте, и какие из них сдадут в ближайший год, знает Александр Маковей. Школа на Университетской улице долгожданная. В 32-м и соседнем 33-м микрорайонах учебные заведения перегружены, и всех желающих уже давно не вмещают. Потому появление новых объектов на этом фрагменте образовательной карты в Сургуте крайне необходимо. И там, и там школы строятся. На Университетской улице возведение на завершающей стадии. На первый объект, который будет закончен, и закончен в этом году, школа на 900 мест, площадка находится внутри уже застроенного микрорайона. Проблемы начинались, вы знаете, с организации подъездных путей, для того, чтобы жителям тоже было комфортно. Плюс, когда работали с несколькими смен, вы знаете, что были жалобы на то, что шум стоит. То есть всегда какой-то приходилось искать компромисс. Между скоростью возведения и тем, чтобы соседям не мешать. В первоначальные сроки уложиться не удалось. Но подрядчик сделал все, чтобы успеть максимально быстро. Работы на объекте вели едва ли не круглосуточно и параллельно. Пока с одной стороны здания еще заливали бетон в основание, с другой шла отделка плиткой под чистовую. Строители убеждали, это нормальная практика. Возможно, визуально оно кажется действительно незакончено, но если вы пройдете даже по периметру, посмотрите, сейчас одновременно заканчивается и спортивная площадка. Делается благоустройство, вот непосредственно заканчивается подпорная стенка, выполняется благоустройство. То есть сейчас работы ведутся по всем направлениям. Поэтому, несмотря на то, что, кажется, здесь немножко недоделано здесь, в комплексе работы будут выполнены вовремя. От того, когда подрядчики покинут объект, зависит старт лицензирования и работа приемочных комиссий. А в конечном итоге и дата, когда юные жители придут за знаниями в новую школу. По планам завершиться строительство должно было в ноябре. Отставания на месяц-два критичным не станет. В сентябре здесь прозвенит первый звонок. Два раза были на выезде и сомневались по поводу задачи школы. Сегодня визуальный осмотр показал, что, во-первых, подрядчик молодцы, что все сделали. Действительно, есть какие-то мелочи. Но мы все-таки сошнемся на пандемию. И здесь надо дать должное в связи с поставкой материалов и каких-то самостоятельных ресурсов. Ну и, как первым заместитель главы, непосредственно Жадьев давал слово, что будет школа подготовлена к Новому году. Мы это видим. То есть тепло запущено, фасад весь закрыт, идут отделочные работы. Но мы видим, что, наверное, в марте здесь все закончится. Стоимость школы в 32-м микрорайоне – порядка 1 миллиарда рублей. Деньги выделены из бюджетов России, Югры и Сургута. Объект входит в нацпроект образования и должен соответствовать требованиям всех стандартов. 900 учеников смогут пользоваться современным, обучающим и развивающим оборудованием, спортивным залом и бассейном. Школа в 32-м микрорайоне, когда ее сдадут, станет первой построенной в Сургуте за последние 5 лет. На объекте в течение полугода ежедневно работали около 200 человек. Теперь большинство из них командированы в соседний, 33-й микрорайон. Там этот же подрядчик отстает от срока в сдаче другого учебного заведения. По контракту его должны были передать муниципалитету в середине декабря. Однако теперь ожидается, что это произойдет в конце весны, начале лета. К сентябрю вы подойдете? Или сложно будет? А, что сдачу? Да, конечно. Конечно, к сентябрю однозначно. Вот эти сроки лицензирования, мы хотим или три месяца сэкономить, и школу тоже постараться к первому сентябрю ввести уже в экспортацию с детьми. Да, свою работу мы закончим. Однозначно. У нас сейчас весь коллектив сюда перейдет. Мы сейчас только контур закроем, будем тепло нагнетать. Также там пушками мы как-то будем сняли. То есть тут уже два этажа полы залиты. То есть успели тоже за лето сделать. Два из четырех этажей, грубо говоря. Нет, контур появился, это уже важно. В 30-е все подведены. В другом конце Сургута у будущего продолжения улицы Александра Усольцева в 38-м микрорайоне с полугодовым опережением сроков начали бить свайное поле для будущей школы. Для того, чтобы начать работы, связанные с созданием котлована, с забивкой сваи в зимнее время, то есть избавиться от грунтовых флот, они сделали все, чтобы выйти зимой уже на строительные работы. Для этого они очень быстро сделали проектную документацию, прошли негосударственную экспертизу. Потом будут еще проходить и государственную, потому что это требование консессионного соглашения. То есть сделали все, чтобы оптимизироваться и выйти в зиму, забить первую свай. Школу строят по консессионному соглашению. Объект на полторы тысячи учащихся обойдется в 2,5 миллиарда рублей и немного снимет напряженность. В западном жилом районе, так же, как и в границах улиц Университетской и Захарова, 30 лет победы с местами в образовательных учреждениях тяжко. Будем надеяться, что в декабре 2022 года объект, как строительный объект, будет сдан. И будет проходить процедура лицензирования. И в 2023 году, я уверен, что 1 сентября дети здесь пойдут в школу. А полторы тысячи мест – это очень много. Поэтому я думаю, что дети будут довольны, как и жители, как и родители, в первую очередь. Два объекта строятся и в соседних микрорайонах – в 39-м и в 42-м. Две школы в общей сложности примут еще почти полторы тысячи учеников. В ближайшие три года в этой части Сургута появятся новые детские сады и кванториум. Деньги на это в бюджете города заложены. В 2021 году планируется начало функционирования средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32, 33 микрорайоне на 900 мест. И в марте 2021 года планируется приобретение помещений для размещения кванториума. В 2022 году планируется начало функционирования средней общеобразовательной школы в микрорайоне 42 города Сургута на 900 мест. Кроме того, в рамках реализации консессионных соглашений планируется начало функционирования в 2022 году средней общеобразовательной школы номер 9 в микрорайоне 39, блок 2 на 550 мест, средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35, 34 и в 2023 году средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 и 5. Сейчас в городе идет проектирование и строительство сразу 11 образовательных организаций. Без их учета в Сургуте работают 78 школ и детских садов. Их посещают 87 тысяч человек. При этом в профильном департаменте мэрии говорят, что численность школьников через три года вырастет на 3,5 тысячи. Так что новые места за партами придутся как нельзя кстати. Власти крупнейшего города Югры неоднократно заявляли, что для достижения цели, поставленной президентом страны, необходимо до 2025 года построить два десятка школ. Общая финансовая емкость такого проекта составит около 30 миллиардов рублей. По большинству учреждений в качестве источника финансирования планируются или уже заключены консессионные соглашения. Александр Маковей, Дмитрий Круковец. Специально для программы «Новости. Главное». В Сургуте еще раз обсудят, где появится здание театра актера и куклы Петрушка. Ранее жителям предлагали на выбор три концепции развития территории у бывшего кинотеатра «Аврора». Там по первоначальному замыслу и должны были принять юных зрителей. Победил в народном голосовании вариант, требующий наибольшего финансирования и предусматривающий максимальное сохранение сквера, а также расширение парковок. По поручению депутатов в мэрии просчитали затраты. При условии реновации сноса рядом стоящего недостроя на все работы с учетом проектировки потребуется свыше 720 миллионов рублей. В департаменте архитектуры предложили обсудить еще один вариант – отдать под театр земельный участок в паре сотни метров от главного корпуса Сургу. Такой проект обойдется на четверть дешевле. Здание рядом с «Авророй», которое ранее планировалось отдать под ночной клуб, собственник оценил в 290 миллионов рублей. Либо же попросил предоставить взамен аналогичный по стоимости земельный надел. Продолжит выпуск дайджест недели. Важные и интересные новости короткой строкой расскажет Антонина Сахарова. Департамент здравоохранения Югры ответила администрация Сургута на запрос о недострое на улице Каролинского. Объект в 31-м амикрорайоне изначально возводили для судмедэкспертизы, но именно так использовать здание в Депздраве теперь не планируют. По мнению окружного ведомства, объект возможно под что-то перепрофилировать. Однако пока конкретных предложений нет. Администрация города вместе с тем определилась с судьбой станции юных натуралистов на Университетской. Участок, на котором стоит недострой, частично планируют использовать для реновации парка за Саймой. Вторую половину надела оставят для нужд доп. образования. Есть планы вместо станции юнатов построить планетарий. Сам же незавершенный объект демонтируют. На дорогах Сургута в прошлом году выявили 9 очагов аварийности. Это те места, где систематически происходят ДТП с пострадавшими. Самыми напряженными в ГИБДД считают пересечение проспекта Мира и улицы Маяковского, перекресток Островского, Студенческой и Бажова, Т-образное слияние университетской и юности, а также поворот с Аэрофлотской в поселок Дорожный. Влияет на безопасность дорожного движения и состояние покрытия. В уходящем году инспекторы ГИБДД выявили 47 участков дорог с недостатками. В основном это колейность. Устранили ее в 23 местах. С остальными должны справиться в 2021. Именно из-за недочетов на дорогах все чаще появляются указатели, ограничивающие скорость. Одно из таких мест – отрезок Тюменского тракта, от моста, ведущего к проспекту Ленина, до Грибоедовской развязки. Депутаты города попросили полицейских изучить обоснованность установки знака, разрешающего движение со скоростью не более 40 км в час. В Сургуте сотрудники МЧС дезинфицировали ЖД-вокзал. Ворота в город обрабатывали три человека в спецкостюмах. Все кабинеты и залы ожидания за 20 минут опрыскали раствором под названием септусин. Он безопасен и применяется не только для обеззараживания поверхности, но и для обработки, например, посуды и постельного белья. Область применения зависит от концентрации. На 1300 квадратных метров у специалистов ушло 80 литров подготовленной жидкости. Есть перечень объектов. Объекты обращаются, и мы на безвозмездной основе им оказываем эту помощь. Как раз те объекты, которые заинтересованы и обратились, вот мы с ними работаем. В течение этой недели будут подвержены две школы на Белом Яру и один детский сад. Это не первый визит спасателей на станцию в рамках программы по борьбе с пандемией коронавируса. Весной и летом здесь уже обрабатывали перрон и привокзальную площадь. Для этого привлекали пожарные машины. В Сургуте открылось второе в Югре производство СИЗов. Стоить полный защитный комплект будет до 200 рублей. В планах уже в первой половине следующего года выйти на полную мощность. Выпускать до миллиона масок и около 24 тысяч защитных костюмов в месяц. Производство автоматизировано. За станком стоит только оператор, который контролирует подачу в аппарат ткани. Закупленное оборудование стоимостью в 4 миллиона рублей позволяет делать одну маску в секунду. Средства на запуск работы предприятие получило благодаря льготному кредиту от Фонда развития Югры. В скором времени потребность округа в средствах защиты будет полностью закрыта за счет местной продукции. Суммарно сейчас эти два производства при выходе на полную мощность в принципе обеспечивают нашу потребность региональную. Сейчас в средствах индивидуальной защиты. Не секрет, наверное, что сегодня по прогнозам уже экспертов у нас до конца лета как минимум масочный режим продлится. На данный момент предприятие уже вышло на рынок. Все изделия изготовлены по ГОСТам. Однако в компании еще не получили специальную лицензию, которая позволит поставлять СИЗы в медучреждения. В Сургуте до конца года должны сдать центральную площадь как завершенный объект благоустройства города. Зимний сезон, обещают в управление капитального строительства, не станет помехой. Комплекс работ никак не связан с климатическими условиями. Подрядчику необходимо установить павильоны. Они фигурные и вместе составят слово «Сургут». Разберутся с энергетическими коммуникациями и полностью наладят световое оформление. У подрядчика на установку павильонов и исправление недочетов осталась неделя. 25 декабря чиновники и заказчик работ хотят увидеть готовую центральную площадь Сургута. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». Праздник приближается. Активная подготовка к Новому году в Сургуте продолжается. Начали открываться площадки главных зимних развлечений. Катки, ледовые городки, горки. На свежем воздухе, как известно, веселиться, несмотря на пандемию, разрешено. В отличие от утренников и корпоративов. В закрытых помещениях, которые в связи с эпидемиологической ситуацией остаются под запретом до 11 января. Помимо этого, власти ввели и особый противопожарный режим. В рамках которого рекомендуют отказаться от запуска салютов, чтобы избежать трагических последствий. Продлится он тоже до конца праздников. Удается ли сургутянам поддерживать новогодние настроения, когда вокруг так много ограничений? И какие традиционные зимние забавы уже доступны жителям? Расскажет Мария Ливаня. Новый год с героями советских мультфильмов. В Сургуте заработали ледовые городки. На этой неделе объекты получили паспорта безопасности и официально были введены в эксплуатацию. Всего открыто 7 развлекательных площадок на свежем воздухе. 7 локаций у нас. Они были отголосованными жителями города. Единственную площадку, которую мы, к сожалению, не смогли в этом году сделать, это 23-й А микрорайон, возрождение комплекс. Как ни старались мы ее привезти, но по безопасности, а самое главное по доступности, именно комфортной и маломобильных групп, она, к сожалению, никак не смогла пройти, и эту локацию мы перенесли на Росич. На строительство городков из местного бюджета выделили более 8 миллионов рублей. Для создания горок и скульптур подрядчику понадобилось более 1000 тонн льда. На этой площадке задействовано более 200 блоков льда. Размер льда метр на два. Полщина льда от 20 до 40 сантиметров. Завезено здесь, в общей сложности, где-то, наверное, 200-250 блоков на эту площадку. Лед в этом году традиционно сургутский. Соответственно, привезли из города Сургута. На площадках все выполнено в соответствии с проектом и ГОСТами. Высота ограждений, бордюров. Также, согласно требованиям, на объектах должны быть таблички с правилами безопасности. Также здесь есть таблички с правилами поведения на этой большой горке. Горк просчитаны для детей от 12 лет. Соответственно, вот та горочка поменьше, она для детей от 6 лет. Еще больше десятка городков в микрорайонах построят ТОСы. Вместе с тем полюбоваться на скульптуры и покататься с горок жители могут по традиции в историко-культурном центре Старый Сургут. На этой неделе там открылся фестиваль ледовых скульптур. В 2020-м от праздничного открытия пришлось отказаться и перенести торжественный старт мероприятия в онлайн. Однако для посещений центр открыт уже с 15 декабря. Лейтмотив для скульпторов – полет человека в космос. Называется фестиваль «Соответствующе» – звездам навстречу. Мы ждем, все готово, каток залит, горки в порядке, а ледовые скульптуры – последние штрихи в работе. И сейчас как раз идет подготовка к открытию, к съемке этого торжественного мероприятия. Для любителей отдыха на свежем воздухе заработали в Сургуте и катки. Доступны уже семь площадок. Все отремонтированы, покрашены, покрытие довели до идеала. Лед хороший, да. Лед уже довольно-таки прочный. Залит он уже, да, оставательно. Плюс его в неделю много раз его корректируют, подливают, доливают, шлифуют. Так что лед хороший, можно приходить смело кататься без всяких страхов. Посетить корд со своими коньками можно бесплатно, а прокат инвентаря обойдется в 150 рублей. Кататься можно без маски, однако кто бы не говорил, что на льду вирусов нет, некоторых правил безопасности все-таки придется придерживаться. Единовременно пропускаем способность, защитным протоколом разработаны нормативы, то есть 15 квадратных метров на одного посетителя. Вот здесь 1500 квадратных метров из расчета человек 45-50 может кататься. Некоторые сургутяне пользуются возможностью и посещают веселые праздники прямо в своих дворах. Например, волонтеры компании «Газпром Трансгаз Сургут» устроили утренник для жителей дома номер 19 на улице Ивана Захарова. Все прошло по традициям лучших новогодних событий – елка, Дед Мороз и хороводы. Вы знаете, что администрация города активно сейчас обустраивает ледовые городки, территориальные органы самоуправления ТОСы организовывают снежные городки. Ну и мы подключились к этой доброй акции предновогодней для того, чтобы создать детворе возможность в Новый год и в предновогодние праздники, в самый Новый год провести время на улице вместе со сверстниками, вместе со своими родителями, на свежем воздухе, где их никакой вирус не возьмет. Обустраивали территорию волонтеры своими силами, убрали снег, почистили каток, установили и украсили елку. На этом добровольцы останавливаться не собираются. До конца декабря праздник придет во дворы на Комсомольском проспекте 21 и на улицу Федорова 5-2. Мария Ливанян, Александр Бабаев, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу «Новости Сургут-24». Читайте наш сайт indefisnews.ru, заходите и на наш YouTube-канал «Сургут-24». Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. Увидимся на наших каналах. Субтитры предоставил DimaTorzok Вкусный тортик закажите. Торты от кондитерской «Вега» – это золотой ключик к вашему празднику. Молодоженам скидка 20%. При заказе на сайте surguttort.ru скидка 10%. Адрес проспект Ленина, 66, дробь 2. Добрые дела, которые можно делать каждый день. Пропустить кого-то без очереди, сделать кормушку для птиц, вступить в место в автобусе, подарить варежки бездомному, купить продукты одинокой старушке или пожертвовать деньги на лечение ребёнка. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Давайте вместе совершать добрые дела. Смех, кашель, физические упражнения вызывают деликатную проблему? Inconti Lace – запатентованная безопасная технология лазерного лечения стрессового недержания. Мгновенная подтяжка тканей без повреждения слизистой, без операции и реабилитации. Технологии из Европы, теперь и в Сургуте. Косметология будущего «Голдберг», проспект Ленина, 18. Что такое «Жалюзи-зебра»? Это день или ночь одним движением пальцев. Регулируйте поток солнечных лучей, создав мягкий струящийся свет или расслабляющую тень в вашем помещении. У нас большой выбор тканей с разной плотностью и изготовление один день. Закажите практичные и стильные «Жалюзи-зебра» в компании «Жалюзи». Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыши. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сипромстрой». Мы строим для любимого города, для вас. Отдел продаж в Сургуте «Есенина-2», телефон 600-190. А мы уже рады зиме! Санки, снегокаты, тюбинги – всё, что нужно для детских зимних активностей в магазинах «Карапуз». Санки, снегокаты, тюбинги – всё, что нужно для детских зимних активностей в магазинах. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»